Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Шукаев. Сегодня в ходе пленарного заседания 9-го Восточного экономического форума президент Владимир Путин подчеркнул, что для повышения объема производства необходимо вводить современные методы и роботизировать процесс. Надо готовить кадры, это важнейшая задача государства. Именно для этого появился новый нацпроект, который так и называется «Кадры», отметил Владимир Владимирович. Достижению озвученной задач будет способствовать и реализуемой российским производителем образовательной робототехники «РОБО» – пилотный проект, который запущен сегодня в школах всех регионов округа по инициативе и за счет личных средств полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки, отметил глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. Учебные заведения на Северном Кавказе, в том числе и в гимназии номер 5 города Черкеска, получили оборудование для инженерных робо-классов. И все это в рамках поручения национального лидера России по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». На базе первого в республике инженерного класса робо можно проводить профессиональные пробы в области программирования, робототехники, схемотехники и 3D-печати для социальной адаптации школьников в условиях обновляющегося рынка труда. Для многих учеников неотъемлемой и увлекательной частью образования давно и прочно стала робототехникой, а занятие, которое развивает мышление, логику и погружает в непростой мир IT с раннего возраста. Кроме того, робо-класс позволит педагогам пройти обновленные программы уроков технологии, информатики, физики, а также дополнительные общеразвивающие программы по алгоритмике и креативному программированию – мобильные робототехники. Рашид Имрезов поздравил юных инженеров с этим событием. Считанные часы остались до начала единого периода голосования. О некоторых нюансах предстоящих в Карачаево-Черкесии выборов сегодня журналистам рассказала руководитель региональной избирательной комиссии Лариса Абазалиева. На пресс-конференции побывал Артур Мкце. Уже в начале следующей недели жителям Карачаево-Черкесии предстоит узнать состав регионального парламента седьмого созыва. В большинстве муниципальных районов, за исключением Абазинского, а также городов Черкеска и Карачаевска, будут определены списки депутатов законодательных собраний. А жители Хабеза и Кавказского и вовсе ожидают три бюллетеня. О степени готовности региона к единому периоду голосования представителям средств массовой информации рассказала председатель Республиканской избирательной комиссии Лариса Абазалиева. Две с половиной тысячи человек, которые работают в избирательной системе. Вы, как правило, видите председателя избирательной комиссии, может быть, председателя территориальных комиссий, но основная сила, основные, самые главные люди избирательной системы – это участковые комиссии. У нас их более двух тысяч человек. Вот эти две тысячи человек, они должны быть обучены. Избирательное законодательство, оно очень сложное. Они должны досконально знать процедуру. Избирательное законодательство требует от тебя оформления большого количества документов, очень строгого следования процедуре. Всем этим людям теперь предстоит бок о бок пройти трехдневный период выборов. В том числе от их квалифицированной работы зависит, какое впечатление у жителей региона останется от процедуры голосования. В Карачаево-Черкесии утром 6 сентября откроется 251 участок. Из них 249 – постоянно действующие. Еще два в поселке Романтик и Республиканской больницы – временные. Их образование обусловлено большим числом отдыхающих, лечащихся или работающих людей, у которых, скорее всего, не будет возможности воспользоваться конституционным правом и прийти на постоянно действующий участок. У нас в парламентской кампании принимают участие «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» – это три партии, которые объединились в одну, и «Гражданская платформа». То есть здесь представлены все платформы политические, все идеи. Каждая из этих партий опирается на разные слои нашего общества. Я надеюсь, что каждый избиратель найдет созвучные своей душе, своему разуму, идеи, те программы, которые эти партии представляют. По словам руководителя Республиканского избиркома, кампания в Карачаево-Черкесии будет весьма конкурентной. На один мандат в среднем претендует по пять человек. Итоги выборов будут объявлены в начале следующей недели. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в Общественной палате Карачаево-Черкесии прошло торжественное открытие Ситуационного центра по общественному контролю за голосованием при проведении выборов. В течение трех дней голосования данная структура будет отслеживать работу избирательных участков. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Открытие Ситуационного центра позволит сотрудникам общественного штаба отслеживать деятельность избирательных участков. На открытие этой структуры в Общественной палате Карачаево-Черкесии приняли участие представители политических партий, общественных организаций и те, кто входит в общественный штаб. Ситуационный центр – это в первую очередь обеспечение открытости и независимости выборов, подчеркнула председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова. Сегодня мы ставим небольшую точку в работе общественного штаба. Говорим о том, что завтрашнего дня с 8 часов утра, когда откроются избирательные участки, откроется и по существу активная деятельность Ситуационного центра. Да, сегодня мы говорим о том, что уже наш телефон работает. Мы готовы получать и днем, и ночью сообщения от наших наблюдателей, от избирателей о том, как проходят выборы. В течение этих трех дней голосования в Ситуационный центр может обратиться каждый житель республики. Мониторинговые группы общественного штаба Общественной палаты будут следить за ходом выборов на местах и отслеживать в сети интернет, чтобы не появлялась фейковая информация. Выборы должны проходить без никаких нарушений, и за этим мы будем пристально следить, отметили эксперты Общественного штаба. Создание Ситуационного центра и его работа – это, конечно, тоже очень значимый этап. Почему? Потому что именно Ситуационный центр, сотрудники его, все члены штаба, общественного штаба, штаба по наблюдению за выборами, они будут принимать участие в работе Ситуационного центра. Мы будем отслеживать все происходящее на всех участках. Будут мониторинговые группы, которые будут отслеживать это. И я, как руководитель экспертного пола, гарантирую работу, объективную работу экспертов. Все собравшиеся выразили благодарно всем, кто принимает участие в работе Ситуационного центра, и подчеркнули, что именно слаженная работа позволит провести выборы без каких-либо нарушений. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 18. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 18-23 градусов тепла, и местами до плюс 14. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 6-11, днем будут порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 21-23 градусов тепла. Сотрудники Домбайского подразделения, Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Зираева и Республиканской аварийно-спасательной службы оказали помощь девушке, которая при попытке сфотографироваться оступилась и упала с третьего каскада водопада Чучхур. В результате падения примерно с 12-метровой высоты 36-летняя туристка получила травму головы, ноги, а также множественные гематомы. Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь и на носилках спустили в поселок Домбай, после чего ее направили в лечебное учреждение города-курорта Тибирда. Уточняется, что пострадавшая является жительницей Ленинградской области, состоява в туристической группе выходного дня. Регистрацию в МЧС России не проходила. В Черкесске сотрудники Республиканской госавтоинспекции совместно с активистами школьного движения «Юная смена» в рамках недели безопасности дорожного движения провели плановые информационно-пропагандистские мероприятия. Ахмат Халкечев расскажет подробнее. В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также снижения дисков травматизма на дорогах, полицейские и их юные друзья запустили информационно-пропагандистскую акцию с говорящим названием «Внимание, дети!». Ну а в зоне особого внимания участки с высокой интенсивностью движения и имеются нерегулируемые пешеходные переходы. Выбрали мы сегодня именно данную, скажем так, локацию, ввиду того, что очень большой транспортный поток на данном участке автодороги и имеется пешеходный переход нерегулируемый. Соответственно, очень много детишек тоже переходят через данный участок автодороги, в том числе и взрослые, конечно, так и переходят. И хотим акцентировать внимание людей на проблематике именно детского дорожно-транспортного травматизма. За первые 8 месяцев текущего года на территории региона в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 28 несовершеннолетних. Ну а в трех случаях погибли дети. Сегодня сотрудники полиции проводят прохладочные мероприятия. На ваш взгляд, насколько важны и необходимы подобные мероприятия? В нашем городе это, если честно, важно. То есть все-таки есть нарушители у нас? Есть, конечно. Особенно сейчас молодежь, какая пошла. Даже без прав на машинах ездят. Бывают, не пропускают? Да, конечно, бывает. Для большей эффективности профилактических мероприятий юные друзья полицейских возле пешеходных переходов с помощью специальных трафаретов наносят призывы для взрослых. Возможно, такая ситуация, когда человек думает о каких-то вещах, весь торопится, спешит. И вот, подойдя к проверной части, увидев прямо непосредственно в близости от пешеходного перехода надпись с напоминанием о том, как правильно переходить через дорогу. Что если ты идешь особенно с ребенком, чтобы ты обязательно держал ребенка своего за руку, чтобы ты переходил дорогу, посмотрев по сторонам в обязательном порядке, чтобы ты не переходил рядом с пешеходным переходом, а непосредственно по нему. Вот эти моменты все, конечно, в голове у человека будут по новой срабатывать, и он уже будет действовать так, как положено по закону. Хоть и наблюдается тенденция снижения общего числа пострадавших, тяжесть последствий возросла, с сожалению, отмечают полицейские. Общий уровень культуры повысился. А как вы думаете, благодаря чему? Скорее всего, наша полиция хорошо работает, прекрасно. А не когда на месте, все прекрасно происходит. То есть никто не уражает, когда сотрудников наблюдают? Да, 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 я это и хотел сказать. Ахмат Халкищев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечен этот день, далее блок политической рекламы, а после смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!